Друзья, всем привет! Это Илья, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте. Только вот человек вышел из воды, я сразу поймал. Семь минут. Семь минут, да. Ну вот вопросы, как вообще фауна здесь, на Пикете? Да, особенно на этом острове, это Рача Ной, он является заповедником, поэтому здесь посмотреть, скажем, больше, чем на других островах. Здесь порядка 60, близко к 70 процентам всей фауны, встречающейся в Адамазском море, вот в районе Рача Ной встречается, больше вот на Семиланах. Там порядка где-то 80 процентов. Понятно. Сергей, как давно здесь? В общей сложности, значит, я здесь за этот год нахожусь, значит, да, за 16 и 17 уже порядка 10 месяцев, вот в этот раз 6 месяцев подряд, ну, и собираюсь дальше, справа себе. Понятно. Сколько нужно времени для того, чтобы научиться самостоятельно погружаться, и какие курсы нужно пройти, и сможешь ли ты помочь в этом? Да, значит, понятие такое, как самостоятельное погружение, оно не совсем, значит, правильно для дайвинга. Дайверы погружаются в паре. Да, то есть есть курс соло дайвинга, да, но это отдельная совершенно тема, и это для, однозначно для правильных уже опытных дайверов. Значит, а для погружения в паре, да, курс минимальный, да, open water, длится, значит, три дня, вот он включает в себя один день полный бассейна, да, и два дня открытой воды, то есть моря. Это, значит, в общей сложности порядка пяти погружений в открытой воде, да, и порядка шести часов в бассейне. Понятно. Теория включена? Это включена, значит, в какой бы системе, в каком бы агентстве вы не выбрали, да, обучение, на сегодняшний день фактически все имеют онлайн-версию, да, и фактически все обучение дайвер и будущий, да, они проходят сами всю теорию, они приходят к своему инструктору, сдают теорию, да, учатся практике, сдают в следующий раз теорию, получают новую группу практики. И так до окончания курса, и в конце, соответственно, курса они сдают большой, общий, тотальный этот диктант, экзамен, да, и, значит, если они проходят благополучно теорию и практику, да, они получают сертификат, фактически это где-то, я бы сказал, на практике, это до девяносто, там, шести, девяносто семи процентов дайверов его успешно проходят. Это будет сертификат на английском языке? Это будет сертификат международного формата, признаваемый в любом дайв-центре земного шара, вот, независимо ПАДИ, ССА, СИМОС, в общем, стандартизированные, значит, международные агентства, да, они, в общем-то, дают право нырять в любой точке земного шара, и они признаются другими агентствами. Понятно, есть какие-нибудь ограничения по возрасту? Нет. 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 Есть ограничения по состоянию здоровья, да, есть определенные заболевания, которые препятствуют, значит, дайвингу, да, и являются противопоказаниями. Значит, в ситуации, когда, допустим, человек сомневается, значит, подходит ли его состояние здоровья для дайвинга, он всегда может пойти к специалисту, именно врачу по дайвинговой тематике, значит, ему сделают необходимые проверки, и он получит либо положительное заключение, либо отрицальное заключение, либо положительное заключение с ограничениями. Понятно. Вот после того, как человек прошел курс, здесь получил сертификатки, то есть он может спокойно поехать в Соединенные Штаты, например, в Гавайи, или в Калифорнию, или в Афлориаду, и там повышать? Абсолютно, конечно, да. Более того, значит, человек, получивший, например, сертификат начальный Open Water в ПАДе, он может любые дополнительные курсы брать в любом другом агентстве, да, то есть не начало в одном агентстве, не привязывать тебя, там, к нему, скажем, на всю жизнь. Ты можешь делать часть в одном, часть в другом, то есть где тебе удобнее, это зависит от дайвера. Да, приятно. Как давно ты в дайвинге? Я в дайвинге с 2001 года. Ну, вот, что в мире дайвинга говорят о глубинах Соединенных Штатов Америки? Просто у нас компания занимается, ну, мы помогаем людям в эмиграции в США, в том числе и по спортивным программам, и для дайверов. Вот, например, дайвер приехал сюда и вот хочет увидеть что-то еще, в том числе и в США. Ну, вообще, что говорят? Говорят, что там на Гавайях, значит, для, что называется, для big fish место, да, там, я знаю, что там серьезная очень исследовательская лаборатория по поводу мант, значит, там большое количество акул, в отличие, вот скажем так, других мест, да, и там крупные акулы тигровые, бычьи, вода там чистая, Карибское море там рядом, в общем-то. Класс дайвинга там, я бы сказал, в общем-то, по привлекательности один просто из мощнейших, в общем-то, в мире, да. Индустрия сильная, да? Индустрия сильная, там есть что посмотреть, то есть, есть, допустим, люди там, увлекающиеся там, small things, да, ну, дебранчин и все такое прочее, да, вот. На Гавайях есть и то, и другое, опять же, да, Aruba, но те вот места, которые поближе к США, которые мне там известны, в общем-то, ни один человек не сказал, что эээ. Последний вопрос, чтоб хотели передать тем, кто только планирует начать заниматься дайвингом. Не затягивать. Понятно. Друзья, подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. Привет, Шукета. Всем всего доброго. Спасибо. Пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok